Здравствуйте дорогие зрители, в эфире телеканала CBC Новости, в студии Самир Кулиев и в начале коротко о главных событиях дня. Единственный путь для Армении – это принять условия Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что будущее этой страны зависит от ее дальнейших действий. Мы закроем границу, превратим вторжение мигрантов и в первый же день начнем крупнейшую в истории операцию по депортации иностранных преступников. Дональд Трамп вновь пообещал принять экстренные меры в отношении нелегалов в первый же день своего президентства. Конгресс США намерен отстранить Джо Байдена от должности президента. Республиканец Кен Бак обосновал такое предложение ментальными проблемами главы Белого дома. Сильный экономический рост США стал ключевым фактором глобального роста. К такому выводу пришли в Министерстве финансов США. Ведомстве ожидают, что инфляция продолжит замедляться в текущем году в 80% странах. Исполнительной комиссии Евросоюза предложено подготовить амбициозные предложения, чтобы уменьшить беспокойство фермеров. Такая реакция последовала за акцией протеста в Брюсселе, где 900 тракторов попытались заблокировать европейский квартал, где открылась встреча министров сельского хозяйства ЕС. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра по делам Хаджа и Умры Королевства Саудовская Аравия Тауфика Бен Фаузана Аль Рабиа. Гость поздравил главу государства с победой на президентских выборах и освобождением азербайджанских земель от оккупации. И с удовлетворением отметил расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией во всех областях. По словам Аль Рабиа, упрощение Азербайджанам процесса выдачи виз гражданам Королевства Саудовской Аравии придало серьезный импульс сотрудничеству в сфере туризма. Гость сообщил, что его страна также предприняла шаги по упрощению процесса выдачи виз гражданам Азербайджана и поблагодарил за поддержку в выборе Саудовской Аравии как место проведения Экспо-2030 и чемпионата мира по футболу в 2034 году. Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение дружественными и братскими отношениями между Баку и Риадом, напомнив, что Королевство Саудовской Аравии, исходя из принципа исламской солидарности, не установило дипломатические отношения с Арменией во время оккупации азербайджанских земель. Глава государства отметил, что азербайджанские народы и государства высоко ценят то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан выступают с такой справедливой позицией в исламском мире. В заключение гость вручил главе государства памятный подарок. В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, организованное совместно с московским филиалом фонда Гейдара Алиева, посвященное 32-й годовщине ходжалинского геноцида. Посол Пулат Бюльбюль Оглоза сообщил, что нынешний день памяти отличается от предыдущих тем, что сегодня Ходжалы, как и вся территория Азербайджана, полностью освобождена от оккупантов. Это одно из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного азербайджанского населения в ходе многолетней агрессии Армении и одна из самых трагических страниц в истории страны. Посол подчеркнул особую значимость того, что именно в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в ходжалы, где заложил фундамент мемориала ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности. Посол также подчеркнул, что Азербайджан, будучи приверженным к нормализации азербайджано-армянских межгосударственных отношений, настаивает на соблюдении международных обязательств и на отказе от территориальных притязаний со стороны Армении. 58 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане в 2023 году. 19 из них погибли, а 39 получили ранения. Эти данные были представлены в отчете, составленном общественным объединением «Азербайджанская компания против мин» при поддержке посольства Канады. На презентации отчета было подчеркнуто, что Армения продолжала процесс минирования и после подписания трехстороннего заявления в 2020 году, вплоть до окончательного вывода военных из оккупированных районов. Согласно отчету, Азербайджан занимает третье место среди европейских стран, больше всего страдающих от минной проблемы. В отчете представлены факты, доказывающие, что процесс минирования азербайджанских территорий продолжался и после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Служащими «Анамом» были обезврежены армянские мины производства 2021 года. Более того, большинство из этих мин устанавливались вдали от бывшей линии соприкосновения. В результате оказанного мировым сообществом давления Армения передала Азербайджану приблизительные карты минных полей. Однако достоверность некоторых из них не превышает и 25%. В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, личный состав морского спецназа ВМС Азербайджана провел тренировки по выполнению разведывательных задач. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны. В ходе учебных тренировок, адаптированных к условиям реального боя, спецназ выполнил задачи по ведению антитеррористических операций с применением передовых технологий и современной боевой тактики, в том числе по нейтрализации террористической группировки условного противника, укрывающейся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах. Спецназ с применением ударных беспилотных летательных аппаратов вывел из строя наблюдательные пункты и долговременные огневые точки условного противника, выполнил учебно-боевые задачи по внезапному проникновению на позиции мобильными группами с использованием аэрозольной завесы и защитных свойств местности, устройству засады и совершению налетов. Был продемонстрирован высокий профессионализм и при выполнении задач по освобождению судна, захваченного условной террористической группой и безопасной эвакуацией экипажа. Все задачи, поставленные в ходе учебных тренировок, были успешно выполнены. Продолжение следует... Накануне на церемонии закладки фундамента мемориала жертвам ходжалинского геноцида в городе Ходжалы, президент Ильхам Алиев выступил перед представителями общественности и сделал ряд важных заявлений, как то, что количество населенных пунктов, в которые до конца года вернутся бывшие вынужденные переселенцы, возрастет с нынешних пяти до двадцати, и что возвращение жителей Агдама в родной город начнется уже в следующем году, а также что для Армении единственный существующий путь принять все условия Азербайджана. Заявление главы государства обсудим с депутатом парламента Азербайджана Фичеран Гусейновой. Фичеран Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Фичеран Ханум, вот эти заявления, сделанные президентом, конечно же, они исторические. Мне кажется, вообще любое заявление, сделанное на ранее оккупированных территориях, о чем бы там ни шла речь, оно обязательно является историческим. Но в данном случае действительно есть некоторые очень важные параметры, о которых заявил глава государства. И в частности, там был такой своего рода месседж Армении, довольно понятный, недвузначный, о том, что хватит, перестаньте искать себе новых хозяев, лучше договаривайтесь с Азербайджаном. Правильно ли я понимаю, как вы понимаете вот это вот заявление президента? Я думаю, что надо особо отметить, что вот этот день, это 32 года прошло после Ходжиолинской трагедии. И впервые, вот господин президент на это особо, так сказать, указал, и это было очень символично, что этот день мы как бы вспоминаем погибших в этой страшной трагедии именно на освобожденной территории Ходжиолы, с Ходжиолинцами, которые вот там встречались с господин президентом. И там было послано господин президентом, конечно, вот очень важных несколько месседжей, в том числе тот, о котором вы говорите, это месседж о том, что надо прекращать реваншистские свои амбиции, планы. И Армения, которая на сегодняшний день, она представляет собой такой, знаете, вот как уж на сковородке, которая все время пытается изворачиваться, искать какие-то варианты разных покровителей, тех, кто как-то что-то могут для них сделать, не понимая одной простой истины, что в этом регионе уже сложились определенные реалии. Эти реалии исходят, в первую очередь, конечно, из того, что Азербайджан вернул свои территории, освободил свои территории, что война, значит, закончилась победой Азербайджана, что Азербайджан на сегодняшний день – это страна, лидер этого региона, и она предлагает мир, несмотря на то, что во время этого визита и в речи президента было отмечено сколько страшных страниц, кровавых страниц со стороны Армении, так сказать, учиненных этих варварских, будем так говорить, злодеяний. Тем не менее, тем не менее, мы говорим о мире, мы предлагаем мир. Это не означает, что мы забываем эти страшные события. Это ни в коей мере никогда не сможем мы забыть, потому что те ужасы, которые пережил наш народ в этот период, это, конечно, за это обязательно должны ответить те, кто учинил эти все злодеяния. Поэтому здесь вопрос о том, что Азербайджан предлагает мир. И мир, он выгоден и в первую очередь самой Армении, потому что сколько бы они там ни пытались, ни тужились бы, что вот нам дают оружие, что нам оказывают какую-то военную помощь, все равно это никогда не приведет к тому, что Армения сможет соперничать с Азербайджаном, хотя бы даже, я беру, просто в военном отношении. Я уже не говорю в экономическом. Поэтому для Армении, вот если трезвые умы в этой стране еще остались какие-то, им надо не покровителей искать. Пускай они будут, эти покровители, это неизбежно. Понятно, что Армения всегда на протяжении всей своей истории пытается под чьи-то зонтики спрятаться. Но надо, по крайней мере, понимать, что в этом регионе есть страны, с которыми нужно налаживать отношения. И в первую очередь это Азербайджан. Это дает возможность и открытия коммуникации и с Азербайджаном, и с Турцией. Это дает возможность Армении вовлекаться во все те проекты, которые сегодня работают активно. Это стратегические проекты, это дорожные проекты, это возможности участвовать в экономических определенных проектах. То есть все эти направления, они, безусловно, дадут уже какой-то позитивный такой результат для самой Армении. Но зачем нужно говорить о том, что Армения там, допустим, пытается играть какую-то возможную, как они себе представляют, роль страны, которая там ждет реванша, что они могут в чем-то как-то соперничать с Азербайджаном. Вы знаете, я все время вспоминаю, что на протяжении очень долгого времени, ведь еще после Первой Карабахской войны все время нас, так сказать, пытались так убаюкивать вот этими сказками о том, что, ну, надо воспринимать реалии, надо понимать, война проиграна, и Азербайджан должен как бы воспринимать эти реалии. Но теперь я не могу понять, мы вернули свои территории, законно вернули, мы выполнили резолюции ООН, сами выполнили, независимо ни от кого, ни без чьей-то помощи. И когда реальность сегодня вот налицо, почему-то никто не говорит Армении, что воспринимая это как реалии того, что мир наступил, и Азербайджан вернул свои территории. Надо договариваться с Азербайджаном. Наоборот, все время такое впечатление, что мы на чью-то такую большую-большую мозоль наступили, и нам никак не могут этого простить. Но, опять-таки, я хочу сказать, что, конечно, Ходжиалинская трагедия, этот геноцид, который произошел в Ходжиалы, он, к сожалению, до сих пор не признан. Во всем мире есть ряд стран, парламентов, которые, благодаря активной деятельности фонда Гейдара Лива и очень многих организаций, которые очень много в этом направлении делают, нашего парламента, который все время озвучивает эти вот обращения к различным парламентам, очень небольшое количество стран, которые признали этот геноцид. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы все равно находимся на уровне двойных стандартов, и, к сожалению, мир закрывает глаза, и международные организации очень многие закрывают глаза на все эти зверства, не хотят этого воспринимать. И, ну, это уже их как бы проблема. Азербайджан как решал, так и будет решать свои проблемы. У нас очень сильный руководитель страны, у нас невероятное вот такое слияние силы руководства страны и народа, то, что привело именно к победе Азербайджана, то, что и очень, так сказать, серьезно вызывает очень проблемная такая вот озабоченность со стороны ряда стран. Никак они этого не могут понять. Как это так? Вот такая всенародная любовь, поддержка. Да потому что этот народ, на протяжении, наш народ, всех этих лет оккупации, всех этих лет вот такого конфликтного состояния видели всякое, видели горе политиков, которые приходили, что-то обещали, ничего не смогли сделать, еще больше территории потеряли. И общенациональный лидер Гейдар Алиев, который дал слово, что эти территории вернутся, и его сын, который осуществил мечту отца, мечту всех азербайджанцев. Поэтому, знаете, это такая реальность, с которой рано или поздно придется считаться. Ну, если Армения, как сказал наш, так сказать, друг большой Азербайджана, президент Турции Эрдоган, сказал, что выбор сейчас за последний, вот будем говорить так, шанс у Армении сделать правильный выбор. Если они этого не делают, то они потеряют возможность вообще участвовать в каких-либо реальных проектах в этом регионе. А это, как всегда, приведет к тому, что эта тупиковая страна так и останется в своем тупике. Сколько бы там им не перекидывали оружие, сколько бы там им не обещали какие-то золотые горы, включить разум, вот к чему надо призывать свой народ. Понять, что реально надо договариваться с Азербайджаном, открывать границы, принимать те условия мира, которые предлагает Азербайджан. Это, в первую очередь, послужит экономическому и политическому продвижению самой Армении. Джерангам, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что действительно дело идет к миру, даже несмотря на вмешательство третьих стран. И будем надеяться, что мирный договор, если он будет подписан, станет гарантией того, что трагедии, подобные ходжалы, больше не повторятся. Благодарим вас за ваши комментарии, за ваше экспертное мнение. А зрителям я напомню, что на прямой связи со студией была депутат парламента Азербайджана, Джеранг Гусейнова. Ранее президент Франции Монель Макрон заявил, что Париж не исключает возможности размещения военных баз на территории Украины. Это вызвало большой резонанс и череду вопросов. В своем выступлении президент Франции не уточнил, какие именно страны поддерживают его решения, однако, по словам Макрона, главной задачей не только Франции, но и всего Запада сейчас является не допустить победы России. В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон прокомментировал заявление Макрона. Во время общения с представителями и шведской прессы он уточнил, что Макрон может обсуждать отправку в Украину войск Франции, а не войск НАТО. Он также добавил, что Швеция намерена поддерживать Украину только финансово. Тем временем, ситуацию также прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и усилили ее после масштабной оккупации. Однако НАТО не планирует отправлять войска в Украину, заявил генсек Североатлантического альянса. Накануне более 20 представителей европейских стран собрались в Елисейском дворце, чтобы обсудить оказание дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. Открывая конференцию по поддержке Украины, президент Франции заявил, что западные союзники украинского государства должны проявить больше активности в деле оказания ему помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров Парижа в Елисейском дворце объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск. Макрон ответил, что западные страны намерены сделать всё, что необходимо, чтобы Россия не могла держать верх в этом конфликте. Глава французского государства не исключил нападение России на западные страны и особо подчеркнул, что нужно быть готовым к данной ситуации. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также призвал страны Европы быть готовыми к продолжительному конфликту в Украине. Представитель нидерландского государства отметил, что в ближайшем будущем будет заключено соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать поддерживать Киев как минимум в течение следующих 10 лет, сохраняя гарантию безопасности украинского государства. Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по скорейшей поставке Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов. Именно поэтому Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжить поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет, чтобы гарантировать в будущем безопасность и Украины, и Нидерландов. По словам французских официальных лиц, президент Франции, который должен посетить Киев в марте, стремится найти решение после того, как конференция по безопасности в Мюнхене в этом месяце не принесла прогресса. По словам главы французского государства, необходима мобилизация союзников Украины, что также будет являться гарантией безопасности Европы в целом. Ранее Мануэль Макрон заявил о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине, который будет действовать 10 лет, до момента вступления Киева в Североатлантический альянс. Он также пообещал передать ВСУ около 3 миллиардов евро в текущем году. Эльнур Гаджиев, CBC. В Баку пройдет вторая бакинская международная конференция по окружающей среде, социальной и корпоративной ответственности на тему «Расширяем горизонты устойчивого развития». Проведение конференции запланировано на 6 марта. Событие приурочено к году, объявленному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как год солидарности за зеленый мир и предваряет КОП-29, проведение которого также ожидается осенью в Баку. О целях и задачах предстоящего мероприятия мы поговорим с гостем студии, ведущей передачи «Устойчивость и развитие» на телеканале CBC, а по совместительству председателем организационного комитета конференции Лии Байрамовой. Лея Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Лея Ханум, расскажите, пожалуйста, действительно нам о целях, задачах конференции, которая уже проходит второй год и проходит, как я понимаю, довольно успешно. Да, довольно успешно. Начну с первой конференции в прошлом году. Как раз параллельно на CBC запустилась передача «Устойчивость и развитие». Параллельно с этим проходила первая конференция, которая по масштабам была поскромнее, чем та, которая ожидается в этом году. И, как вы правильно отметили, она получилась так, что совпала с годом, объявленным господином президентом, годом солидарности за зеленый мир. И конференция служит международной платформой для обмена мнениями, практиками изучения международного опыта в вопросах и социально-корпоративной ответственности, и в вопросах зеленой экономики, и во многих других, которые сегодня на повестке дня стоят очень актуальны, которые являются актуальными на сегодняшний день. И не может не радовать, что с каждым годом число желающих принять участие в конференции, как представителей госсектора, так и малого, среднего и крупного бизнеса, так и в том числе и руководителей дипломатических миссий в Азербайджане, становится больше. И конференция этого года еще, я считаю, важна тем, что большую часть участников будут представлять студенты вузов, которые занимаются на факультетах, соответственно, там или экологический менеджмент, или устойчивое развитие, управление устойчивым развитием. И очень важно давать возможность молодежи, помимо того, что они это проходят, изучают, а услышать, скажем, довольно успешных, известных, и не побоюсь этого слова, всемирно известных, как ученых, так и политиков, которые говорят на эту тему и говорят об успехах, огромных успехах Азербайджана в этой области. Я думаю, что обсуждения, которые будут на конференции, может быть, даже для кого-то из этих молодых ребят предопределят их будущее. Потому что как бы все-таки закладывать какие-то новые знания в таком молодом возрасте, я думаю, что это более перспективно. На данном этапе Азербайджан как раз-таки в сфере работы с молодежью, вот эти вот работы, получается, вы одновременно делаете две вещи. С одной стороны, помогаете развивать молодежь в нужном направлении, а с другой стороны, действительно, самая актуальная тема последних лет, не только у нас в Азербайджане, во всем мире. Я думаю, что и жители Азербайджана тоже убедятся во время проведения КОП-29, уже, значит, вот этой конференции, рамочной конвенции по климату. Можно сказать, что это всемирный климатический саммит, в том, что действительно эта проблема очень актуальна. А вот ваша конференция, которая будет проходить уже 6 марта, какие на ней будут обсуждаться конкретно вопросы, и будут ли эти вопросы, потом найдут ли они свое отражение в рамках уже конференции КОП-29? Вопросы, которые, так как спикеры, которые заявлены, которые, дай бог, будут выступать 6 марта, они разные. И я старались, организационный комитет, мы старались не делать пленарные заседания на одну какую-то определенную тему. То есть у нас есть заседания Азербайджана на путевосточевое развитие, инклюзивное развитие, там вопросы международного сотрудничества, и на самом деле вопросы будут подниматься совершенно разные. От цели национального устойчивого развития, гуманитарного разминирования, до образования в этой сфере. Позвольте небольшую такую отсылку. В Азербайджане я сама получала образование. Предметом основным моего магистрского курса было устойчивое развитие. И это было, знаете, 24 года назад, это было в 2000 году. Я хочу сказать, что Азербайджан в плане базы образователей в этой сфере, в сфере экологического менеджмента, в сфере устойчивого развития, был на самом деле одной из первых стран. И если вспомнить, что в 2001 году в Азербайджане предмет такой, как устойчивое развитие, был внесен в образовательную программу, а ООН и ЮНЕСКО заговорили об этом только в 2004 году, то есть стали делать. В Азербайджанском вузе, в Академии управления при президенте Азербайджанской республики преподается такой предмет, как управление устойчивым развитием. Вы знаете, что во многих передовых вузах мира этого нет. И хочется в рамках этой конференции показать, на самом деле, у нас будут выступать и, как я уже сказала, и главы дипломатических миссий, подтвердила посол Мексики, других стран, будут выступать. Каждый будет говорить о успехах своей страны в сфере и о возможных шагах, о возможностях международного сотрудничества. Но то, чем может похвастаться в хорошем смысле слова наша страна, это будет на всех пленарных заседаниях. Да, действительно, очень перспективно на тот момент, 24 года назад, даже как-то футуристично вводить такую специальность тогда. Но вот сейчас действительно одним из еще, скажу так, актуальных направлений это переход к зеленой энергетике, зеленой энергии. Я так понимаю, эти вопросы также будут обсуждаться в рамках конференции, которая пройдет скоро, 6 марта. И вот в этой связи, какой уже у Азербайджана, вы считаете, есть накопленный опыт в этой сфере? И делится ли Азербайджан на международных площадках подобной информацией? Да, безусловно. И хочу без ложной скромности я скажу, что передача автором и ведущей, которая является на канале CBC, устойчивость и развитие, без преувеличения, она является единственной в регионе среди стран СНГ, а также и в европейском регионе. Это мне подтверждали даже европейские парламентарии, с которыми я встречалась, эко-комиссары, которые еженедельно, это не подкаст на YouTube или на других социальных сетях, на официальном международном канале, еженедельная передача, идущая в прайм-тайм, и посвященная вопросам устойчивого развития. То есть это не один выпуск на каком-то международном канале, а это еженедельно. И мы стараемся показать в рамках передачи у нас гости, которые говорят не только об экономике, экологии или о социальных вопросах, вот как привыкли, это равнобедренный треугольник. И вот мои гости – это и художники, и ученые, и, я не знаю, модельеры. То есть каждый из сфер, и на самом деле есть что услышать, есть что позаимствовать, есть чем похвастаться в хорошем смысле слова, потому что каждый из моих гостей раскрывает свою, скажем, сферу в совершенно новом свете. И эта передача, я вижу, что она становится популярной, потому как из-за рубежа даже вот хотят гости, которые бывают здесь, уже выражают желание стать, участвовать. Получается, телеканал CBC в вашем лице стал тоже своего рода пионером в этой сфере. Да, безусловно, и я не могу не подчеркнуть желание и внимание руководства канала к этому вопросу, потому что, знаете, с этого года тема стала так или иначе модной, и многие сейчас даже далекие от экологии, но это тоже хорошо, от этой сферы начинают говорить, что чем больше эта сфера на устах, тем быстрее она, скажем, будет иметь свое развитие. Но именно канал CBC был первым, опять-таки, который дал площадку для этой темы на постоянной основе. И последний, наверное, вопрос. Вот конференция, которая пройдет в ближайшие дни, я еще раз повторю ее название, тема будет, значит, расширяем горизонт устойчивого развития, а конференция, она как бы по окружающей среде социальной и корпоративной ответственности. Я так понимаю, у вас есть уже определенный список приглашенных гостей, будут также, наверное, еще гости, которые еще не подтвердили свое участие. Имеет ли возможность общественность, какие-то неправительственные организации также участвовать в работе вот этой конференции? Безусловно. Я старалась, как председатель организационного комитета, старалась охватить всех стейкхолдеров, так называемых, всех членов, активных игроков нашего общества. То есть, повторюсь, это и государственные структуры, это малый, средний и крупный бизнес, это представители обязательно учебных заведений, это ректора, ученые, это студенты, это журналисты обязательно и, безусловно, это представители неправительственных организаций, потому что работы неправительственных организаций, это на самом деле вносит большой вклад в достижение цели устойчивого развития. И я думаю, что конференция на самом деле станет хорошим таким результатом. На конференции каждый сможет поделиться своими результатами и право выступить имеют все наши участники. Легам, большое вам спасибо. Будем надеяться, что после конференции вы также поделитесь, как в рамках своей передачи, так и в новостных выпусках, результатами работы этой конференции. Желаем вам удачи. Спасибо большое вам тоже. Спасибо. До свидания. Нашим зрителям напомню, что у нас в студии, гостем нашей студии была Лия Байрамов, это моя коллега, ведущая передачи устойчивости и развития на телеканале CBC, а также по совместительству на председатель организационного комитета конференции по окружающей среде, социальной и корпоративной ответственности. Палестинское правительство во главе с премьер-министром Мохаммадом Штай ушло в отставку в полном составе. Кабинет действовал с 2019 года. Члены Кабмина продолжат исполнять свои полномочия до создания нового правительства. Прошение об отставке правительства было подано президенту Палестина Махмуду Аббасу накануне. Этот шаг, по словам уже бывшего премьера Мохаммада Штайе, был предпринят в связи с агрессией против сектора газа и эскалацией ситуации на западном берегу Иордана и в Иерусалиме. Он подчеркнул, что Палестина продолжит стоять против Израиля до создания собственного государства. Политик считает, что под его началом Кабмин смог достичь равновесия между требованиями граждан и защиты прав палестинского народа даже в условиях военной операции «Цахал» в Газе. «Это решение принято в условиях беспрецедентных насильственных атак на палестинское дело и нашу политическую систему, а также геноцидных преступлений против нашего народа в Газе, таких как насильственное голодание и насильственное перемещение». По данным СМИ, новое правительство Палестины будет технократическим, а не политическим. Предположительно, премьером станет глава инвестиционного фонда страны Мухаммед Мустафа, которого Махмуд Аббас уже давно рассматривал в качестве кандидата на пост главы Кабмина. Мустафа зарекомендовал себя как главный экономист Палестины, представлял страну на Давосском экономическом форуме. Его возможное назначение станет ответом на американские и международные требования о проведении реформ в Палестине и недовольство премьер-министра Израиля Бенемина Нетаняху, который не хочет, чтобы сектором газа правили ни Фатх, ни Хамас. «Я думаю, это как раз заговор против Хамаса, это точно. Участие в Соединенных Штатах, участие в Палестинске государства, в правительствах Мухаммед Аббаса и несколько арабских стран для уничтожения военный потенциал Хамаса. Они хотят через это правительство политизировать Хамас и то движение в Хамас-политике включить несколько министров туда и уничтожить полностью, как называется, потенциал Хамаса». Между тем, палестинские власти намерены восстановить членство Хамас в организации освобождения Палестины. Однако прежде движение должно отказаться от насилия и признать суверенитет Израиля. ООП видят в качестве будущей силы, объединяющей все палестинские фракции, включая крупнейшие Фатх и Хамас. По информации источников Sky News Arabia, Мухаммед Аббас готовится к перестановкам в кабинете с акцентом на будущее восстановление газа. При этом остается неизвестным, будет ли новое правительство иметь полномочия и в секторе, учитывая, что после выборов 2006 года и по сей день существовало четкое разделение. Фатх правит на территории Западного берега, а Хамас в газе. Недавно Антоний Блинкен, надо сказать, надо отдать что-нибудь палестина. Не создать, а отдать что-нибудь. Что такое отдать что-нибудь? Я думаю, что отдать 15% земли. И тут палестина согласится на это. И начинается снять оружие или разоружать оружие у всех палестинских группировок. И это правительство новое, будущее будет, она находится под контролем штата и под контролем внутренней разведки Израиля, Шабак. Два источника в Рамале и секторе газа подтвердили саудовскому изданию Аш-Шарк Аль-Аусад, что шаг, за которым последует формирование экспертного правительства, был сделан в свете предварительных договоренностей с Хамас о том, что движение не планирует управлять сектором газа после войны и согласно принять новое правительство. Однако аналитики готовы поспорить с последним тезисом. По их мнению, Хамас не пойдет на сделку, цель которой заключалась бы в разоружении членов движения. Соответственно, со сменой правительства в Рамале ход военных действий в Газе не изменится. Выглядит более логично, более логично, встреча вооруженной группировки в Москве, она скоро будет. Это более логично будет. Надо сначала решить вопрос о создании палестинского государства. Ну, что обещание о создании государства палестинского. Потому что все эти попытки, которые сейчас пытаются, Махмуд Аббас, его правительство делает, я думаю, это как раз ни в коем случае не будет влиять на ситуацию в Газе. Сообщается, что консультации с Хамас продолжаются вне зависимости от ожидаемой 29 февраля встречи в Москве. В этом процессе участвуют арабские страны, включая Катар, который сыграл центральную роль в продвижении договоренностей о так называемом «дне после войны», основанных на формировании технократического правительства. Парид Аделов, CBC. Россия, Азербайджан и Иран намерены объединить свои электросети. Стороны продолжают обсуждение по данному вопросу. Подробности узнаем у моей коллеги Медина Гурбанова. Медина, здравствуй. С чем связана данная инициатива? Здравствуйте, Самир. Вот в Иране считают, что соединение энергосетей Ирана и России наиболее оптимальное именно через Азербайджан. К тому же страны смогут использовать энергопотенциал друг друга в часы пик. Все подробности в рубрике «Финтаймс и Карбарен». Деловой климат Азербайджана и условия, предоставляемые иностранным инвесторам. Эти и другие вопросы были обсуждены на встрече Микаэла Джабарова с управляющим директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом и с находящимися в стране представителями компаний из ФРГ. Также были рассмотрены перспективы укрепления инвестиционных связей и дальнейшей реализации совместных проектов. Об этом на платформе ИКС написал Микаэл Джабаров. Германским бизнесменам было предложено воспользоваться благоприятными инвестиционными условиями Азербайджана. Менгачевирская теплоэлектростанция минимизирует риски, связанные с изменением климата и обеспечит экономию газа при производстве энергии. Строительство новых энергоблоков на станции идет согласно графику. Продолжается строительство на электростанции в городе Менгачевир. Фундамент новых объектов на крупнейшей в Азербайджане тепловой станции был заложен в феврале прошлого года. Уже доставлены и установлены две турбины и два генератора производства итальянской компании «Ансальдо Энерджия». Еще два комплекта согласно контракту в настоящее время собираются в Италии и в ближайшее время будут отправлены в Азербайджан. Делегация во главе с послом Италии в Азербайджане Клаудио Тафури и президентом «Ансальдо» Фабрицио Фабри посетила Менгачевир для проверки технического состояния и контроля за установкой оборудования. Электростанция мощностью 1280 мегаватт имеет особое значение для обеспечения баланса в энергосистеме страны после интеграции в нее создаваемых возобновляемых источников энергии. Также Менгачевирская ТЭС минимизирует риски, связанные с изменением климата, и обеспечит экономию газа при производстве энергии вместе с защитой окружающей среды. Интеграция 7-го и 8-го энергоблоков ТЭС Азербайджан увеличит ее общую мощность до 1880 мегаватт. Расход топлива здесь будет примерно в полтора раза меньше, чем на других агрегатах станции. Это означает экономию 1,2 млрд млн кубометров газа ежегодно. При этом коэффициент полезного действия ТЭС увеличится до 55,5%. Выброс углекислого газа снизится на 1,5-2 млн тонн. Все это является очень важным фактором для Азербайджана, объявившего 2024 год годом солидарности во имя зеленого мира. Продолжаются обсуждения по объединению электрических сетей России, Азербайджана и Ирана. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, такое объединение создает наилучшие условия для обмена электроэнергии. Три страны смогут использовать электропотенциал друг друга в часы пик. В настоящее время Тегеран и Москва развивают отношения в области нефти, газа и электроэнергии, что позволит удовлетворить их потребности. Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан в конце прошлого года заявил, что соединение энергосетей Ирана и России будет наиболее оптимальным через Азербайджан. По имеющимся данным, максимальное потребление электроэнергии в России приходится на зимний сезон, а в Иране на летний. Цифровизация среднего коридора является важным фактором развития и расширения данного маршрута. Об этом генеральный секретарь Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Гайдар Абдикеримов заявил в Тбилиси на региональном мероприятии по среднему коридору. В свою очередь, директор Департамента транспортной политики Минтранспорта Казахстана Спар Бектасов отметил, что с начала 2022 года ряд финансовых учреждений и международных организаций проводят исследования касательно среднего коридора. По маршруту на данном этапе транспортируется около 80 тысяч контейнеров в год. В будущем есть возможность увеличить его пропускную способность до 111 тысяч контейнеров. В прошлом году по коридору было перевезено 2 миллиона 750 тысяч тонн грузов, что на 64% больше, чем годом ранее. Всемирный банк также подготовил отчет о среднем коридоре. Мы постоянно следуем этим рекомендациям. Общее мнение всего транспортного сообщества состоит в том, что время перевозки должно быть дополнительно сокращено. Следует использовать цифровые технологии и ввести фиксированные тарифы. В увеличении пропускной способности среднего коридора важная роль отводится Зангизурскому коридору. По подсчетам он увеличит грузоперевозки по транскаспийскому маршруту до 8 или 10 миллионов тонн в год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализуются масштабные инфраструктурные проекты с участием местных и иностранных компаний, указал замминистра. Мы инвестируем в реконструкцию автомобильных и железных дорог в Карабахе, восстановление исторической связи региона. Другим приоритетным проектом является создание транспортного сообщения из Восточно-Зангизурского экономического района в Турцию, что создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет составной частью среднего коридора. В столице Грузии сегодня стартовало региональное мероприятие, посвященное недавнему исследованию Всемирного банка. Оно опубликовано под названием «Торгово-транспортный средний коридор. Отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году». В нем участвуют представители правительств Азербайджана, Грузии, Казахстана и Армении, а также госпредприятий частного сектора и мозговых центров. Целью встреч является разработка регионального подхода для повышения операционной эффективности коридора и устранения существующих проблем. Сильный экономический рост в США стал ключевым фактором лучшего, чем ожидалось глобального роста. По информации Reuters, об этом сказано в распространенных выдержках из заявления министра финансов Джанет Йеллен. Международный валютный фонд и другие аналитики прогнозировали «Масштабное замедление мировой экономики в прошлом году». Но этого не произошло, говорится в тезисах, опубликованных Министерством финансов США. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания. При этом инфляция снизилась. Согласно прогнозам, цены продолжат падать в текущем году примерно в 80% стран. Ожидается, что глава ведомства Джанет Йеллен выступит сегодня в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи финансовых чиновников G20. Мы по-прежнему осознаем риски, с которыми в дальнейшем будет сталкиваться глобальная экономика на перспективу и продолжаем внимательно следить за экономическими проблемами в некоторых странах. Но мировая экономика остается устойчивой. Йеллен отметила, что экономическая мощь США стала основой глобального роста. Этому способствовала политика администрации Байдена по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии. Также стимулом роста выступили инвестиции в отечественное производство, экологически чистую энергетику и инфраструктуру. По словам министра, инфляция в США также значительно снизилась по сравнению с пиковым уровнем, а рынок труда исторически сильный. Численность рабочей силы превышает допандемийный показатель, а уровень безработицы близок к историческим минимумам. Если бы в 2023 году в США наступила рецессия, как многие предсказывали, глобальный рост был бы сбит с пути. Хотя существуют риски для наших перспектив, рост американской экономики постоянно превышает прогнозы. Объем товара оборота Азербайджана с Казахстаном по итогам прошлого года составил более 500 миллионов долларов, увеличившись на 14%. Напомним, что руководство ДБУ государств нацелено на наращивание экономического сотрудничества. Планируется довести взаимную торговлю до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. Уже отмечается рост поставок казахстанской нефти по Транскаспийскому коридору. Причем по этому маршруту планируется ввести еще один важный проект, который поможет Казахстану стать крупным игроком региона в области телекоммуникаций. Подробности в нашем следующем материале. Президент Казахстана не так давно принял председателя правления национальной компании Казмунайгаз Макзума Мирзагалиева, который доложил об итогах 2023 года. В своем докладе главный нефтяник страны сообщил о расширении танкерного флота на Казбии, которые уже ведут транспортировку энергоресурсов на европейские рынки через Азербайджан. Плановые показатели практически по всем отраслям нашей деятельности были выполнены или перевыполнены. В прошлом году компания Казмунайгаз проработала новые направления экспорта казахстанской нефти. И с прошлого года наша нефть направляется в Германию по нефтепроводу «Дружба», а также в направлении Баку-Тбилиси-Джихан. Азербайджан закупил в Казахстане в прошлом году более 60 тысяч тонн необработанного алюминия. Тоннами импортируются и продукты питания, к примеру, печенье. Но главным экспортным товаром Казахстана остается пока нефть. Поставки через морской порт «Октау» действительно выросли. Они примерно в полтора раза выросли до 3,5 миллиона тонн. Было где-то 2,3 миллиона в прошлом году. Рост есть, но, как видим, эти 3,5 миллиона тонн на фоне порядка 9 с лишним миллионов тонн по Адерау Самара и порядка 57 миллионов тонн по КТК, естественно, это небольшая доля. Казахстан выстраивает альтернативные маршруты в обход российских портов, минимизируя риски санкций. И значение нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан только растёт. Казахстан и Азербайджан в этом году свяжут новый проект в области телекоммуникаций. Самый важный вопрос ещё глава государства поднимал по строению транспаспийского кабеля. Вы знаете, что в этом году мы начинаем проектирование именно строительства транспаспийского кабеля через Каспий. Это порядка 321 километра, который будет построен в течение двух лет. Транспаспийская волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном даст возможность увеличить транзит международного интернет-трафика и таким образом превратит Казахстан в важный региональный телекоммуникационный хаб в Центральной Азии. Димаш Низам, CBC, Казахстан. Тем временем в Германии бастуют водители автобусов, трамваев и метро. Стачки проходят на территории всех федеральных земель, кроме Баварии. Всю неделю в разные дни в городах будут продолжаться ограничения в движении общественного транспорта. Профсоюз Верзи требует улучшения условий труда для примерно 90 тысяч сотрудников транспортных предприятий. В частности, сокращение рабочего времени при сохранении заработной платы, увеличение времени отдыха между сменами, большее количество отпускных дней или повышение суммы отпускных денег. По информации профсоюза, главная забастовка пройдет 1 марта, в этот же день по всей стране запланированы демонстрации в защиту климата. Организатором выступает Fridays for Future – международное общественное движение молодежи. Ну что ж, это были все актуальные новости экономики к этому часу. Самир? Спасибо, Медина. Благодарю. Я напомню нашим зрителям, что новости экономики, самые актуальные новости экономики, рассказала моя коллега Медина Гурбанова. И у нас это все новости к этому часу. До новых встреч.